Скажите тогда, зачем я живу? Какой смысл в этой жизни? Какой смысл, самое главное, в чём? Никакого, просто жить. Просто жить в самом процессе жизни. Говорят, это люди. В отношении самого процесса жизни мы уже поговорили. Мы не знаем, что будет в следующей минуте. Мы не знаем. Если бы мы, конечно, всё время находились в том здоровом, здоровом, благополучии, здоровом и физически, и социально, и материально, ну, можно было бы ещё как-то говорить. Кто нам гарантирует? Разве мы не видим на своих друзьях, своих знакомых, по прессе, по телевидению? Разве мы не видим, как в мгновение ока всё переворачивается? Сегодня он в славе, завтра его в землю закапывают. Это же безумие. Так вот, а если поэтому смысла в этой жизни нет, если это моё благополучие, что называется, на острее каком-то, так, который вот-вот, и я упал неизвестно куда, неужели человек не должен задуматься, тогда зачем же всё это существует, и какой смысл? Если он задумается, вы упомянули о богоискателях, действительно, очень многие, кто действительно серьёзно задумывался над этим вопросом, они приходили к одному выводу – или есть Бог, или бессмыслица. Кстати, многие, для которых этот вопрос стал ребром, кончали даже жизнь самоубийством, когда они не смогли убедиться в том, что есть Бог. Многие же приходили к убеждению в бытии Бога, и потом на личном, религиозном опыте убеждались, что действительно Бог – это реальность, духовный мир – это реальность, и реальность – преисполненное благо, а не чего-либо другого. Ну, вот так в общих чертах я мог бы сказать и об этом ответить на такой вопрос. То есть, в принципе, если вот так очень обобщить и сказать одной фразой, то это, наверное, будет звучать, как момент о море, память о смерти. Ну, да, я вас понял. Она может быть очень разная. Для одного человека, для неверующего, самовоспоминание о смерти – это ужас и отчаяние. Я всё теряю здесь и навеки вечные. Ведь что говорит атеизм? Верь, человек, что вечная смерть тебя ожидает. Изумительно. Изумительно просто. А есть и другое понимание – помнить о смерти. Когда с точки зрения того, что я смертен, я начинаю уже по существу осмысливать и понимать всю свою жизнь, всю свою деятельность, все свои нравственные и безнравственные поступки. Я начинаю понимать, что совесть – это не абстракция, а действительно голос истины. Если хотите, как в народе говорят, голос Божий. Вот так, я полагаю, можно бы, так сказать, реагировать на подобного рода вопросы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова